Сегодня первые американские хиппи, уже бабушки и дедушки. Самое время выяснить, какими выросли дети детей цветов, как свободное воспитание, которое дали матери хиппи своим детям, повлияло на их будущее. Приведу вам три примера. Нена фон Шлебрюгге, шведская аристократка и топ-модель 60-х годов, стала звездой хиппи-комьюнити, когда вышла замуж за ученого Тимоти Лири, знаменитого своими экспериментами с психоделическими наркотиками. Нена интересуется модными в 60-е восточными практиками. Ее второй муж Роберт Турман, американец, постриженный в буддистские монахи лично Далай-ламой. От него Нена и рожает дочь Уму, что означает сострадание. Все детство Ума стесняется своего имени и своих таких необычных родителей. В 15 она бросает и семью, и школу, и уезжает в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. В хиппи-коммуне Рик Явика выросла и Бьорк Гудзмундсдотер. Ее мама тренер по айкидо и левая активистка в последний раз появлялась в новостях, когда голодала против строительства завода Алько в Исландии. В коммуне царила полная свобода и творческая атмосфера. Заботы Бьорк достается значительно меньше, чем той самой личной свободы. Зато уже в 11 лет она записывает со своим отчимым гитаристом альбом песен, которые становятся платиновым. Примерно так же вспоминает свое детство и фронтмен группы Блеры, создатель Гориллаз Дэймон Алберн. Его родители художники-хиппи. Все детство прошло в очень либеральной атмосфере. Андеграундные вечеринки, никаких ограничений. То, о чем мечтали его одноклассники-подростки из консервативных семей, совершенно не интересовало Дэймона. Ведь так жили мама и папа. А кто хочет в юности повторять своих родителей? Полина Милушкова поговорила с выросшими детьми и звезд московского андеграунда 80-х-90-х годов. Она красавица. Настоящая. Для меня вообще божество. Очень талантливая. Добрейшая, веселая. Дракон огненный. Художница и певица Катя Викерс по-прежнему живет в квартире, где провела все свое детство. Недалеко от сада Эрмитаж. В 92-м мама Кати, Светлана Викерс, открыла там первый клуб, в котором танцевала вся Москва. Эрмитаж это было совершенно другой. Там просто тусовали все. Старые, молодые, дедушки приходили за внучками, там их искать и начинали гулять, потому что это центр мамы, вот как мама такая, ну как бы, вот именно что, очень богемная. И все друг друга знали. Они к ней прибегали там, где мой кто-то там. Они говорят, на, погуляй. И вот уже все они вместе гуляли. Вот я помню, Миндадзе, он за Катчикой за своей приходил, за девочкой, ну за дочкой, ну как бы. И вот такая была, в какой-то момент поняла, что это был как водопой. Вот в джунглях. Когда все приходят, и на водопой никто никого не обижает. При этом мама всех всегда угощала. То есть кто-то приходит, она сразу так в бар, шампанское, бум! То есть она делала, бум! Ну то есть всех всегда были, то есть и напоены, и накормлены, но особенно у кого не было денег. Она всегда говорила, ну что, богатые должны приходить и, ну как бы, платить, потому что у них есть денежки, чтобы бедные гуляли. Ну как бы, потому что у художников и действительно талантливых людей обычно денег нет. Катя – ребенок андеграуда 90-х, где не всегда понятно, кто за старшего. А в школу-то никто не отменял. Ну тем более это был совок тогда же, ну, то есть нельзя же было. Вот. И надо было вот учиться как-то. Конечно, у меня мама была один раз только в школе, и она там такое сказала, что больше меня вообще не вызывали ни к доске, ни вообще просто, ни на педсоветы. Все закончилось, то есть, ну, там на меня начали жаловаться, что я там какие-то пирожки. Ну, какая-то вообще, то есть, ну, это ерунда. Вот. А она сказала, что другие нюхают из мешочков и как бы ебать. Я так испугалась, что она моя классная руководительница. Сказала вот такую, ну, матом. Вот. Ну, и на следующий день пришла в школу и думала, что меня сразу в детскую комнату милиции заберут, от мамы заберут. Очень боялась, что нас разлучат всегда дико. Мне было очень страшно. Находясь как раз-таки в классе, я думала, я понимала, что я настолько другая, то, что я пойду домой, и у меня куча друзей своих. Я пойду на дачу, у нас какой-то некая даже секта просто каких-то маленьких ребят, которые бегают, играют в казаки-разбойники, и очень весело живут. Причем все из одной среды, у всех, кто художники, кто архитекторы, родители, и здесь меня понимают. Но одновременно вот это классно, что есть некая разница, то есть ты не живешь только в этом. Когда ты находишься в этом неком своем социуме, то ты учишься нормально общаться с нормальными, адекватными людьми. Имя модели Симоны Куст прогремело летом 2018-го. Она стала лицом компании Сен-Лорана. Совсем недавно вернулась в Москву на родину, живет в небольшой квартире на Патриках, в двух шагах от подвала, где провела все детство. В сквоте заменитого художника-перфомансиста по 70-х-90-х и по совместительству папы Симоны, Александра Петлюры. ДК Петлюра – это пространство, в котором что только не происходило. То есть какой-то некий подвал под нашей квартирой на Петровке, которое было пространством только свободным для, мне кажется, абсолютно всех людей. Там были и выставки, и концерты, и люди, видимо, там оставались после этих выставок и концертов и вечеринок в понеделье. Просто где-то на этом диване один живет, тут на кровати третий. Я помню, что я оставалась иногда спать у родителей в комнате, которая была как раз-таки вот над лестницей в подвал. И просто это все звуки, которые поднимаются наверх. Я не спала, я танцевала во сне. У тебя вообще нет никаких нормы. Что такое нормы? Настолько размытое уже понятие сразу для меня было. Тут, не знаю, Монро, Владик. В платьях мужчины, женщины без платьев. Кто как только не выглядит, как себя не ведет. Я помню какие-то моменты, когда я понимала, что так, сейчас уже вроде какая-то компания, там, сосед сверху, та-та-та. И все вроде очень слегка подвыпившие. Все, можно зарабатывать деньги. Я стою читать, становлюсь читать стихотворение. Я помню, это какое-то, у меня какое-то, видимо, то, что осталось вот где-то здесь. Я помню, у меня как-то влюбился один мужчина. И я думала, господи, какой кошмар. В общем, я была похожа всегда на мальчика, у меня короткие волосы всегда были. Я думала, блин, это правда какая-то очень странная история, видимо, мне нужно с кем-то ее, кому-то ее потом рассказать. Ничего такого просто не признавались в любви взрослые мужчины. Я думала, фу, пап, иди сюда. Да все было, конечно, приходили гости и вечеринки, и мы куда-то ездили, там дружили, ну как бы семьи дружили, они до сих пор дружат, там мы все выросли, там с галанинами, с харатьянами, там и так далее. Вот, ездили туда-сюда, ну и с другими друзьями нашей семьи. Александр Королев, сын еще одного героя эпохи, Гаррика Сукачева. По совпадению он тоже выступал в Эрмитаже, а в его последнем музыкальном видео главную роль сыграл как раз Петлюра. Я очень горд, что в моей семье это делается очень мощно, как в последний раз, и таким и должен быть артист-исполнитель в моем понимании, да, то есть когда там каждое шоу как последнее шоу в незначительности от города и так далее. Помню, в свое время Джареда Лето видел живьем, но это какой-то детский утренник был, просто позорище. Вот, а вот у меня там мой пенсионерчик сжет до сих пор. На концертах твоего папы девочки пищали? Ну да, они до сих пор этим девочкам, правда, по 50, по 40, минимум 35, но до сих пор орут. Нет, я видел проявление звездности там, что когда там женщины там, я не знаю, выхватывают у официанток подносы и подходят и начинают ему там за ним ухаживать, с ним флиртовать, там, говорить, вот я там у официантки отняла поднос. Я такой, ну да, это слава, это успех, вот так вот выглядят жизнь звезд, это, конечно, приятно. Вот, да, пищат до сих пор, он же секси, почему нет. О детстве Александр говорить не очень любит, все как у всех. Обычная семья из Тушина, где папа очень много работает, чтобы у его близких все было. Я вспоминаю моменты какие-то в детстве, как я себя сейчас ощущал, может быть, в детстве была какая-то нехватка, была какая-то требовательность к тому, что папа со мной меньше, я хочу его больше, но сейчас я просто, ну, трезво мыслю и оцениваю эту ситуацию как, ну, нормальное положение вещей. Я в детстве была настолько стеснительная, возможно, то, что как раз-таки из-за того, что настолько, столько свободы этой, что я решила, что она мне вообще не нужна как-то психологическим, такое было отрицание этого всего, и я не могла даже танцевать при родителях. Я помню, как-то были на кухне у друзей, там, и друг танцует, сидит его мама, мой папа, просила папу отвернуться, чтобы просто подвигаться. Какой кошмар, что я делаю? Куда-то ездили с папой на какие-то там показы, давно мы приезжали на жуке, каких-то старых у нас не надевал в крем-дешиновое платье, сам приезжал в парике с ракезом фиолетовым, и мы как-то такие шли с сестрой за ручки, и думаешь, вау, как красиво. Потом нас не пускали, потому что спонсором была водка. Очень много видела пьяниц, то есть всех, ну понимаешь, что там Петя Мамонов здесь, ну вообще все вот это вот, то есть и все очень бухали, и Светлана Михайловна тоже, ну более судеб, слава богу, то есть это уже давно она вообще не пьет. Ну и как бы, а у меня, ну это не так, ну повеселилось, поугарало, как только это начало приносить мне дискомфорт. Много алкоголя, много водочки. Тогда потому что, ну как бы с наркотиками было сложнее, чем сейчас, и тогда мы все водку пили в 90-х. Мы пили водку. Нет, я холост. Девчонки, найдите меня ВКонтакте. Кидайте трусики виртуально, я не знаю. Холост я. А родители до сих пор вместе? Да, да, и вот у меня вот это к проведущему пункту, да, потому что у меня такая образцово-показательная семья, там родители вместе, там маме было 14, папе было 15, и никаких там других там браков не было, да, у них, то есть там сестра родилась, которую я там старше на 19 лет, то есть у меня такая образцово-показательная семья. Хоть понятия нормы у детей андеграундных 90-х и впрямь сильные искажены, по прошествии лет Катя, Александр и Симона видят в свободе больше хорошего, чем плохого. Мне казалось, что, блин, ну это же так странно, мы такие, такие ненормальные. Вот, и сейчас я понимаю, что спасибо, что оно есть, потому что у меня нет вот этого, я буду делать из себя кого-то, кем я не являюсь.